Медики Чуваши объявили 2016 годом борьбы с болезнями органов дыхания. Именно они считаются одной из самых частых причин смертности. Наиболее опасны пневмонии и хронические обструктивные болезни легких. Что будут делать врачи и как мы можем поддержать их в борьбе за наше здоровье? Говорили на пресс-конференции в Минздраве Республики. Рост количества болезней органов дыхания – тенденция общероссийская. Чаще всего встречаются грипп и ОРВИ. Далее следует бронхиальная астма, пневмония, хронические обструктивные болезни легких. Понятно, что причинами смерти чаще всего становятся два последних диагноза. Чувашская республика все равно имеет большой удельный вес смертности. Это 79,8, еще раз повторюсь, на 100 тысяч населения. В сравнении с российским показателем 51,2 на 100 тысяч населения. Медики уже определили направление для приложения усилий. Нетрудно догадаться, что на передний план выйдут борьба с курением и другими вредными привычками, пропаганда здорового образа жизни вообще и двигательной активности в частности. К хорошо зарекомендовавшим себя прогулкам с врачом и сосудистым патрулям добавятся дыхательные патрули, которые помогут проверить активность легких, всевозможные акции и мероприятия по отказу от курения. Что же касается собственной медицинской составляющей, врачи намерены сосредоточиться на ранней диагностике. Пройти банальную флюорографию, пройти банальный рентген и пройти банальную спирографию. То есть вот то, что вроде бы у нас у всех на слуху. Особое внимание необходимо уделить вакцинации от пневмококковой инфекции. С прошлого года эта прививка появилась в национальном календаре. Как отметила Алла Самойлова, болезни органов дыхания не лечатся с помощью высокотехнологичных операций. Протезировать легкие пока не научились. Однако в большинстве случаев эффективным оказывается своевременное лечение. Между тем, в нашем сознании кашель – это напасть, с которой можно справиться самостоятельно. Врачи призывают, не надейтесь, что модные препараты и антибиотики, принимаемые бесконтрольно, поставят вас на ноги. Обратитесь к врачу и пройдите необходимое обследование. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.